Включаем программу Solid Edge 3D. Воспользуемся программой лицензирования. Если вы провели установку бесплатной программы Solid Edge 3D с помощью интернет-страницы, у вас произошла автоматическая активация программы в случае необходимости. Повторная активация. Введите в эту зону код активации, полученный на вашу электронную почту. Если у вас есть файл лицензии, укажите путь к этому файлу. Сопускается программа Solid Edge 3D. Современная программа трехмерного проектирования. Создадим новый документ. Выберем шаблон ESKD. И из представленных шаблонов выберем шаблон так называемой трехмерной детали. Обратите внимание на надпись сверху. Мы с вами находимся в так называемой среде синхронная деталь. Это самая современная среда для трехмерного проектирования с помощью так называемой синхронной технологии. В ближайших уроках мы будем с вами рассматривать так называемую обычную среду трехмерного проектирования. Проведем переход в обычную среду. Вкладка сервис. Обычная деталь. Обратите внимание, вкладки ленты команд поменялись. Обычная деталь. Познакомимся с основными приложениями. Вкладка обучения позволит вам быстро пройти в справку и в любые обучающие материалы. Создать создает новый документ. Открыть открывает созданные документы. Возможности сохранить и сохранить в другом формате. Возможности печати. Возможности настройки. Сервис. Часто используемые команды. Здесь наиболее часто будем использовать работу с материалами. При необходимости изменять единицы документа. Работая со знакомой вам уже командой атрибуты документа. Редактор атрибутов. Нахождение связанных документов с нашей деталью. И выход из соль. Эльжи. Пройдем во вкладку настройки и параметры. Рассмотрим основные параметры, которые рекомендую к изменению. Вкладка общая. Параметры Intel Sketch. Указывают на те взаимосвязи, которые будут автоматически накладываться во время наших построений. Оставим без изменения. Активируем опцию обозначать профили со степенями свободы в навигаторе. Что позволит нам контролировать не полностью определенные эскизы. Следующая вкладка вид. Управление отображением необходимо в том случае, если вы не видите правильную картинку в графической зоне. В этом случае включите любой другой режим. При необходимости воспользуйтесь справкой управления отображением. Сейчас оставим аппаратное расширение. Сглаживание дуг в зависимости от вашего компьютера рекомендую поэкспериментировать с этим параметром. Обработка невидимых линий при изменении вида на определенных компьютерах может замедлить вращение видов. Поэтому рекомендую ее убрать. Цвет элементов стандартных солитеджи. Сохранение рекомендую включить автоматическое сохранение. В данном случае будут сохраняться модели. Расположение файлов. Напомню, одна из важных папок это расположение резервных копий. Сдвоенный щелчок. И вы можете указать любую папку на вашем компьютере. Данные о пользователе. Единицы измерения, если вам необходимо их изменить. Стиль размеров. Помощь. Оставим все виды подсказок. Опция запускать документы детали и листовой детали в этой. Эта опция позволит установить определенную среду при создании новой детали или новой листовой детали. Вспомните, при создании новой детали у нас загрузилась среда синхронного моделирования. Если мы активируем эту опцию и поставим положение обычное, при создании новых деталей и листовой детали у нас будет загружаться среда обычной детали в автоматическом режиме. Чертежные стандарты. Окей. Мы с вами практически ничего не изменили. Показать все. Скроем неиспользуемые окна. Обратим внимание на вкладки слева для новичка. Закрепим панели навигатора. У нас всегда будет панель навигатора в закрепленном виде. Познакомимся с интерфейсом нашего окна. Панель быстрого доступа. Проведем настройку, чтобы вспомнить возможности настройки. Системное меню. Атрибуты документа. Добавить. Переход между деталью и листовой деталью. Добавить. Найти связанные документы. Сборка активной модели. Таблица материалов. Чертеж активной модели. Поднимем таблицу материалов. И опустим деталь, листовая деталь. Закрыть. Нам предлагает создать новую тему. Мы и Solid Edge. Обратите внимание на панель быстрого доступа. Еще раз напомню, как можно удалить необходимые команды. Надпись сверху экрана говорит о том, что мы находимся в среде трехмерного проектирования обычной детали. Вкладки команд. Обратите внимание на всплывающие подсказки. Эти подсказки помогут новому пользователю. Наиболее часто используемые команды выделены крупно. И могут повторяться на нескольких вкладках. Вкладка главная, наиболее часто используемая вкладке. Вкладка поверхности. Команды по работе с поверхностями. Атрибуты. Пропустим две вкладки. Измерения позволяют проводить любые виды измерений. Включая физические свойства. Сервис. Возможность включения специальных возможностей. Вкладка вид. Отображение нашей детали. И управление данными. Знакомые вам команды. Включим вкладку. Главное. Строка сообщений. Сообщение. В строке сообщений будут отображаться подсказки для наших действий. Уже знакомая вам панель. Возможность поиска команд. Обратите внимание на различные варианты. Варианты. Закроем окно. Наиболее часто используемое окно. Окно навигатора. Для включения дополнительных команд нажмите правую кнопку мыши. Радиальное меню. С помощью радиального меню мы можем расширить наши возможности. Мощное средство солитеджа. Мы можем изменять ориентацию нашей модели в пространство. И в режиме трехмерной модели. И в режиме трехмерной модели. И в режиме эскиза. При необходимости можете провести настройки. Создадим простую деталь. Сначала начертим эскиз. Обратите внимание на вкладку эскиз. Всплывающая вкладка не совсем удобно. Я сделаю закрепление. И помещу на вкладку навигатор. В результате я смогу переключать прямо здесь. Выберите грань или базовую плоскость. Обратите внимание на всплывающие окна. окружность по центру. 100. Вот. Мы все еще в команде. Умный размер. Закончим построение эскиза. Готово. Вкладка навигатор. Выдавливание. Выдавливает профиль вдоль прямой трассы. Обратите внимание на свойства. Готово. Чтобы выбрать эскиз. Необходимо в всплывающем списке выбрать эскиз. Подтвердить. Теперь можем построить в различных вариантах. Я сделаю симметрию. 100. Вот. И проведу обработку. Здесь и здесь. 10. Готово. В результате мы с вами создали модель. В навигаторе отобразился наш эскиз. Мы сможем в дальнейшем изменить его параметры. И отобразился построенный элемент. Применим материал. Выберем необходимый стандарт и необходимый нам материал. Применить к модели. Скроем главные базовые плоскости. Скрылись все. Скроем систему координат. Рабочие тела. Изменим отображение. Выключим тень. И проведем простые измерения физических свойств. Обновить. Покажем символ центра масс. Готово. Продолжение следует...